Ну раз уж ты сказал про кибер-акустику Психеи, и мы тут говорим про коллег, они у Психеи тоже выходили новые треки, слышал их? Да, я слышал, сингл, где было две песни, один кавер, то и килл джаз. Мне понравился, Зомби Я, вот эта песня, здесь из Ищанск, я не знаю, как она точно называется, ремикс мне понравился гораздо больше, чем трек. Но в треке, блин, есть ощущение, что, блин, что Психея иногда расслабляется, прям реально в саунде. То есть это, безусловно, интересная, крутая группа, но в последнее время это как рубль превращается, на мой взгляд, в лазу. Это человек, который, знаешь, ну все критикует, все ему не нравится, все. Я считаю, что если тебе что-то не нравится, просто сделай на таком уровне что-то, чтобы херели все. Если ты срешь, там, группы, я вообще считаю, что, ну, чем больше групп, неважно, там, любые, слот, луна, стигмата, аматрии, там, не знаю, рубежи, любые группы, если станутся больше, это хорошо, это только хорошо. Ну, чего всех срать бесконечно, ну, блин, музыкант, если ты музыкант, делай треки, делай, сделай круче. Сделай так, чтобы это звучало, блин, круто, сделай. Окей, и вот не так давно выходил на другом YouTube-канале, выходил шоу «Вписка», ты там принимал участие. Вот, вы там обо всяком беседовали, о 2007-х. И в том числе там затрагивалась тема, что... Это просто следующая группа «Психея». И там затрагивалась тема, что Фио говорил, что вот в том числе вы ходили там в ранние годы на их концерты, смотреть, как они играют, брать у них автографы. Многие говорят, парни вот из Луны, например, Вит говорил, что такого не было. Ну, не было. Ну, как бы рублю хочется, чтобы было. Ну, почему? Зачем отказывать рублю? Ну, он все-таки, как бы, музыкант, пускай человек творческий, может забыть что-нибудь. Ну, а так, я не помню такого. Не, мы и узнали-то, мы как бы, мы были в другой тусовке. Мы были в молоке, и мы ходили на другие группы, и совсем, совсем не роково, а иногда направление. Ну, то есть там, не знаю, мы дружили там с морями всю дорогу. Ну, то есть... Да, да, да. Вот это наши друзья, и мы из другой немножечко тусовки. Вот. Как-то так. Поэтому, если, конечно, рубль хочешь, чтобы мы на нее ходили, но ходили. Хорошо, и давай... Я, как бы, я не конфликтный человек. Мы играли уже определенное время до того, как узнали про психею, до того, как они появились вообще в Санкт-Петербурге. Поэтому, я думаю, что Дима просто немножко неадекватен сейчас. Как бы там ни было, если ты что-то путаешь, не стоит вести себя как мудачок просто-напросто. Ну, на мой взгляд. Блин, да. Даже добавить нечего. Хорошо, ты вот сказал, что у вас дружеские отношения с порнофильмами, с тараканами, с Луной. Интересно, как у вас отношения с группой психея? Здесь Фео ходит где-то тоже сейчас, на другой сцене выступает. Это всего лишь способ открыться. Взгляды меры, всего лишь каплес. Нам и так никогда не отмыться. Этих отношений просто нет. Причем здесь нужно как-то делить, видимо, все-таки. Потому что было время, когда мы достаточно плотно общались и периодически виделись на фестивалях в Петербурге. Как-то нас жизнь пересекала. И у нас были отличные отношения и с Китой, и со слесарем, и с Азом. А вот, ну и, собственно, и с Фео тоже все было хорошо. А потом, я не знаю, что случилось, но он начал про нас, как и про многие другие коллективы, говорить разные гадости. Причем делает это он в таком духе таких модернистов. Потому что он смешивает реальные факты нашей биографии с своими какими-то вымыслами и домыслами. И преподносит все это, весь этот симулякр, как уже, ну, вот такую законченную истину. Ну, в общем, не верьте этому человеку. Для нас все это как-то очень странно, потому что мы никогда ничего плохого там лично ему не делали. И вот, ну, у человека есть ощущение, что только он один, и там еще несколько человек в стране делают правильный рок-н-ролл, а все остальные нехорошие люди и враги. Ну, это его позиция, нам как бы просто все равно. Вчера вы выступали вот на вот этой сцене акустической, и с вами, я не знаю, то ли до вас, то ли после вас. После, после, да. Был Фео, поэтому психи. Был. Психи, ну, Фео Бог, да, что это говорит. Я вчера со сцены уже это все сказала, как бы все, все согласились со мной, что такие люди тоже рождаются раз в сто лет. И им можно позволить все, просто. И у Ями крыть всю тусовку можно, никто даже не обижается. Да ты чего, ну, как можно на Фео обижаться, ты что, боже мой. Интересно, что он выдаст. Да, 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 это круто, все уже смотрят, как сериал, это милейше просто, да, да, да. Там есть, кстати, такие прям, да, вот эти вот, дух времени, а первая-вторая часть, там, да, как бы там узнаешь очень много фактов, которые, как бы... Наверное, было бы обидно, если мы знали так хорошо, как, например, ну, я знаю, это его еще со времен, когда Паша Клинов психею нам пытался впихнуть, да, впихнуть наши фесты, которые мы делали, дети кукурузы. Я как раз тоже читаю книгу. Да, да, и там... Полигон-связь и я помню... Да, последними, да, у них там как раз начался вот этот бум их популярности в то время. И, может быть, мы поспособствовали тому, что, как бы, поставили их, там, хедлайнерами, так сказать, потому что они, там, разгромили сцену, там, и так далее, все было круто, но сам факт, что себя Дима представляет, ну, как бы, я прекрасно знаю. То, что он говорит, это же отрицают и все остальные свидетели непосредственно событий, то есть, там, лисов, то есть, ну, как бы... Воображение, воображение отдает о себе знать. Да, видимо, тяжелые наркотики и тяжелые годы, они, как бы, ну, меняют человека. Но, при этом, все равно, то, как он это делает, это, безусловно, это шарм такой, что, да. И единственное, что я могу сказать касательно психеи, потому что я, когда мелкая была, я слушала эту группу, она мне реально нравилась, и вживую было слушать тяжко, да, потому что звук, который концертный был, он был прям, ну, такой, ну, как бы, для ушей болючий, да, то есть, прям, реально, такой он очень... Там было очень много высоких, вот таких, прям, ненужных частот совсем. Вот, и обидно то, что группа реально потеряла активность, потому что, когда люди начинают либо слишком много о себе, как-то вот для себя самого думать, да, либо... Они подзабивают на активность, потому что ты, вроде, такой уже гуру, занял свою нишу, там такой весь сидишь, типа, пожинаешь плоды. Но нет, нужно всегда пахать, нужно делать это каждый день, нужно каждый день развиваться, и поэтому они осели, они немножко заглохли, утонули, как бы, а потом они начинают обижаться и жаловаться, что ничего не происходит. Они, под лежащий камень вода не течет, ничего не будет происходить, когда ты ничего не делаешь. И вот сейчас они, да, они активизировались в последние годы, да, и что-то вот пошло поехать. Я думаю, что не в этом дело, конечно. Нет, просто потому, что хотелось бы от них активности больше, наверное. Дело все в том, что была определенная мода на этот стиль, и была определенная аудитория. Как мода схлынула, все обнажилось. Ну, то есть, как бы, ну, так же ушли в небытие, там, группа Оригами, например, или кто сейчас вспомнит, мой этот, Майон Само, там, типа, я не знаю, там, Океан Моей Надежды. Майонез, Майо, да, Майо, Майо. Вот, и, ну, то есть, как бы, ну, и остались те, кто, ну, делал, действительно, какую-то, там, свою музыку, да, ну, ну, если это можно так назвать, да, наверное, искусство, да. Вот, а при всем уважении к Фео, ну, я не знаю, мне кажется, она более... Нишевая. Нишевая, да, и, ну, может быть, в последние годы что-то такое оригинальное появилось, свое, но тогда... Тогда, конечно, это, ну, хрен знает. Ну, может, если нащупается какой-то вот этот вот путь интересный, мне кажется, будет круто. Это было похоже на все, что было на Западе, и на Срипнот, на тот же... Нет, 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 скажи мне. ...саморазрушение, там, риф. Ну, нет, ну, риф, риф, там, понимаешь, там этого рифа особо не слышно за цифрой, ты, поэтому там особо не сравнишь. Скорее, даже Fever 333 можно сравнить уже сейчас с этим звучанием, которое есть. Да, да, да. Вот, поэтому я была бы только рада увидеть какую-то активность. Ну, допустим, есть действительно самобытные группы, вот самобытные, вот реально. Седьмая раса. Это тоже, ну, это кранш, но он самобытный. Там, анимал джаз вообще ни на что не похоже. Окей, и последняя, да, на сегодня команда, раз уж ты сказал про психе, давай поговорим. Много всякого происходит вокруг этой группы в последнее время. Ну, а что тут сказать? Без нас группа психе вообще перестанет исторически быть интересной, потому что только мы создаем какой-то для них фон, и мы те люди, которые реально помним, как они восходили на сцену и действительно давали ту энергетику, за которую, собственно, эту группу помнят, любят и ценят. Поэтому, если мы не будем об этом рассказывать, кто еще об этом расскажет? Какая группа, какая песня приходит на ум, если о психе вспоминать? Ну, для меня, то есть, я говорю, то есть, самый, с точки зрения музыкальной, интересный альбом, это вторая пластинка. Я просто не помню, как она называется. Они сейчас ездили как раз с туром в честь пластинки, который... Это третья, это третья пластинка, вот предыдущая пластинка. То есть, вот, как-то мне запомнилось и по звуку, и по материалу вообще. То есть, реально, мне кажется, это какой-то пик их был, вот, в плане творчества, в плане группы, когда они были, как говорит Максим Маслин, в форме, и, наверное, в лучшей форме своей. То есть, в плане игры, в плане сценического движа и так далее. Ну что, отлично, что мы, по крайней мере, еще живы, и движуха происходит. То есть, вокруг же постоянный резонанс. То есть, Дмитрий Борисович создает определенную, как бы, движуху, даже немного, как бы, такую забавную, там, зажигать. А как ты считаешь, какой-нибудь такой, ну, неположительный, грубо говоря, неположительный инфоповод, неположительный резонанс, он все-таки идет на пользу все равно сцене? Ну, отчасти, конечно, да, идет. То есть, единственное, что здесь страдает, это, конечно, само по себе творчество. Потому что, вот, честно говоря, я давненько не слышал ничего нового от группы «Психея», а то, что выходило, как-то оставало, ну, какого-то разочарования оставляло. Потому что, мне кажется, что тот потенциал, который есть, вот, он еще должен как-то раскрыться и появиться, не знаю, там, в новом каком-то ключе. Ты считаешь, еще может он раскрыться? То есть, второе, треть дыхания там какое-то? Может быть, нужна пауза какая-то, просто определенная, лет 10. И потом накопится, как бы, ну, и выдастся. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Имена донатеров мы будем публиковать в титрах наших роликов. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok